По всей России прошли итоговые государственные экзамены. О том, как проходила ЕГЭ в городе Балагой, смотрите в нашем следующем сюжете. Единый государственный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования. При проведении ЕГЭ используются контрольно-измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания. Для проведения ЕГЭ составляется единое расписание. Проходят ЕГЭ в предназначенных для этого пунктах проведения экзамена. Согласно требованиям, все пункты проведения экзаменов оборудованы системами видеонаблюдения и менталоискателями. После прохождения процедуры регистрации школьники группами расходятся по аудиториям, где им предстоит сдавать экзамен. Продолжительность экзамена в 2014 году варьируется от 3 до 4 часов. Сегодня, 11 июня, проводится последний экзамен по обществу и химии в 11 классах. В нашем пункте сдают все школы города и района. Обстановка спокойная. Ребята доброжелательно проходят всю процедуру прохождения в аудитории. Дети пишут экзамен по обществу сегодня 3,5 часа, по химии у нас 3 часа. Организаторы в аудиториях создают доброжелательную атмосферу для сдающих экзамен. И ребята готовы к тому, чтобы сдать и получить как можно высший балл по экзамену, потому что это их судьба. От этого зависит их дальнейшая жизнь. Мы готовы создать все условия для того, чтобы экзамен проходил в доброжелательной, спокойной обстановке. Все документы нам предоставляет РЦОИ Тверской области. Мы рассаживаем ребят согласно распределению по аудиториям и по их рабочим местам. Всем необходимым дети обеспечены. Участники ЕГЭ смогут предварительно ознакомиться со своими результатами на официальном информационном портале ЕГЭ www.eg.edu.ru с 21 июня. Официальное ознакомление участников с результатами ЕГЭ по предметам будет проходить в период с 21 по 26 июня, в зависимости от графика выдачи индивидуальных результатов экзамена в каждом конкретном субъекте Российской Федерации. Официальное ознакомление с результатами ЕГЭ у выпускников текущего года проходит в своей школе. У других участников ЕГЭ там, где они регистрировались на сдачу экзамена. Кроме того, во многих регионах организовано ознакомление с индивидуальными результатами через специальные региональные интернет-ресурсы.